МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Реки на дорогах и затопленные квартиры. Коксаров справился с последствиями непогоды. 40 миллионов из местного бюджета реализует ли проект и проигравшие на конкурсе вам решать. Что нам стоит, Сокол, построить? Реконструкция хоккейной коробки в самом разгаре. Далее расскажем обо всем подробно. Новая хоккейная коробка, раздевалки в едином стиле, баскетбольные кольца, ворота для мини-футбола, видеонаблюдение и дополнительное освещение. Такой должна стать обновленная площадка Сокола на территории Центра внешкольной работы. Депутаты Петр Смирнов и Александр Тихонов решили провести выездную инспекцию, потому как судьба социального объекта на фоне других городских долгостроев волнует саровчан не меньше. Подрядчик уже уложил газовый футляр, частично закупил оборудование – резиновое бесшовное покрытие с материалами для его укладки. «Пришлось собирать подпорную стенку, которая не по проекту, значит, у нас немножко с отметками, тоже не попал в проектную документацию. И будем укладывать уже готовые основания, то есть дальше щебенка, резиновое покрытие и монтаж бортов, это средство, хоккейную коробку». Работы проводит ООО «Спецсантех». Общая стоимость работы – около 20 миллионов рублей. По словам руководителя организации, с людьми и техникой проблем нет. Сложности в строительстве возникают традиционно из-за недостатка финансов. Все авансовые деньги уже потрачены, и сейчас подрядчику приходится вкладывать собственные средства для закупок. «Когда заходили на закупку, невнимательно посмотрели условия контракта, там единоразовый платеж, то есть мы должны за собственные средства построить объект за 20 миллионов рублей, имея при этом 5 миллионов авансов. Но для нас это определенные сложности вызвали. Мы думали, сейчас там промежуточные закрытия, какие-то работы будем закрывать. Футляр газовый 2 миллиона, покупка резины, все, 5 нет авансов, денег больше нет. Строим за свои, с других объектов выдергиваем. Но вроде сутка сейчас все наладилась, сезон пошел, другие заказчики платят. Сейчас процесс идет активно достаточно». Подрядчик обращался к заказчику с просьбой изменить условия контракта, на что получил отказ. Сейчас он пытается увеличить авансовый платеж. Депутаты планируют обратиться к главе города, чтобы корректировка типа финансирования стала возможной. На данный момент выполнено около 20% от всего объема работ. Сейчас строители ремонтируют подпорную стенку, занимаются планировкой песчаного основания и укладкой кабеля для видеонаблюдения. Сдать объект в эксплуатацию специалисты должны к концу года. По словам Александра Антонова, при достаточном финансировании уложить резиновое покрытие строители постараются в конце августа. После этого останется только монтаж оборудования, который займет 2-3 недели. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Восемь проектов в рамках конкурса «Вам решать» получили со финансирования из областного бюджета. Их реализуют до конца года. Остальные 12 не набрали нужного количества голосов. Девять депутатов решили исправить ситуацию и вышли с предложением найти деньги на реализацию не выигравших проектов в городской казне. Объяснили это просто. В течение долгого времени людям расписывали преимущества новых объектов. И теперь нельзя обмануть ожидания горожан. Не то, чтобы им прям обещали, что проект будет реализован, но во всяком случае мы понимаем, что, как правило, жители воспринимают эту историю именно так. Если они оказали поддержку, они уже ждут какого-то ответа. И то, что эта процедура конкурсная, то, что здесь есть определенная состязательность, здесь есть... Это очень трудно людям объяснять. Реализация проектов в рамках конкурса «Вам решать» проходит на условиях софинансирования. Причем большую часть средств предоставляет областной бюджет. 20 проектов выставили на конкурс, исходя из максимальной суммы, которую мог бы позволить себе город. На проекты, которые не выиграли, необходимо 40 миллионов рублей. Без поддержки области всю эту сумму нужно найти в местной казне. Надо всего сейчас найти 40. Да, из которых будет, допустим, могло бы быть своих 15 и 25 областных. Сегодня надо найти полностью 40. Сегодня таких средств в бюджете нет. Предложения депутаты обсуждали долго. По ходу дискуссии пытаясь найти и ответ на вопрос, почему такая большая часть проектов осталась за бортом. К следующему году народные избранники надеются выработать механизмы, которые позволят сделать каждый проект выигрышным. Пока же предлагают хотя бы частично поддержать идеи, которые не получили софинансирование. Из каждого проекта, например, по согласованию с администрацией, выбрать какой-то участок, наиболее тот, который нужно сделать, и его сделать там. Будь это все наносит 10 раз, будет меньше. Частично, где самый участок плохой, из-за которого все это рождалось, его бы сделать надо. Принятием такого решения, мы с вами абсолютно нивелируем вообще понятие инициативного бюджетирования. То есть мы определяем горожанную позицию, что можно быть инертными, не быть активными, не принимать участие в голосовании. Потому что за вас все равно потом все сделают, и все равно потом будет удовлетворено ваше мечтание. Мы абсолютно с вами не имеем права дискредитировать понятие инициативного бюджетирования. Поправку депутатов вынесли на согласительную комиссию. Именно там будут решать, есть ли возможность найти в казне средства на реализацию проектов аутсайдеров. Окончательное решение по корректировке бюджета народные избранники примут на заседании Думы. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. На то, что по улице Сосина нет ни одного пешеходного перехода, Елена Алексеевна обратила внимание после одного случая. Женщина переходила дорогу, а один из водителей сделал ей замечание, что она переходит в неположенном месте. Но установленного места для пешеходов на Сосина и нет. Горожане переходят дорогу в разных местах. Особенно женщину волнует, что зебры нет у детского парка. С инициативой сделать там пешеходку Елена Алексеевна обращалась в департамент городского хозяйства еще в марте. Но с тех пор дело не сдвинулось с места. Мне сказали, что есть норматив на переход пешеходный. 150 человек в час. По нормативу тут вроде никак. Но переход нужен. Звонила я 13 марта. Прошло 4 месяца. Они все думают, делать не делать. Мы дождемся того, что будет трагедия. У нас же дети от дома пионеров ходят, из дворов ходят. По мнению женщины, ситуация усугубляется еще и тем, что на дороге с двусторонним движением плохая видимость из-за припаркованных автомобилей и грузовых машин. По улице Сосина стоят еще два учреждения. Военкомат и хоровая капелла мальчиков. Когда я озвучила эту проблему, все удивляются, что его нет. А потом говорят, а действительно нет. Все-то думали, что есть. Ну и потом. В детском саду, в школе детей приучают ходить по пешеходному переходу. Значит, детей в детском парке не ждут, потому что перехода нет. Все вопросы, связанные с установкой знаков и дорожной разметки, решает администрация на комиссии по безопасности дорожного движения. По интересующим вопросам по благоустройству проезжей части жители районов могут обратиться к своему депутату. Он, в свою очередь, выдвинет эти вопросы на комиссии. Есть ли смысл об изменении дорожного движения на каком-то участке? Все это будет там решаться. Если это очень важно, то, я думаю, администрация в этом плане хорошо работает. Она примет соответствующие меры и начнется работать. По официальному комментарию от департамента городского хозяйства, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения приняли решение об устройстве пешеходного перехода у парка Сосина в текущем году. 303 малыша родились в Сарове с начала года. Из них 165 мальчиков и 138 девочек. За первое полугодие на свет появилось две двойни. Все чаще родители пользуются суперсервисом рождения ребенка, позволяющим зарегистрировать новорожденного через портал госуслуг без посещения органов ЗАГС. С января в Сарове оформили 20 электронных медицинских свидетельств рождения. С июля 2022 года по желанию родителей можно указывать в свидетельстве о рождении места жительства родителей, а не фактического появления ребенка на свет. Вот по популярности родительского выбора относительно имен для новорожденных за период, первый квартал 2023 года, у нас в городе среди мальчиков лидирует Михаил, Сергей, это прям показатель, Александр и Артем. А среди девочек лидер, ну просто лидер, это Полина. Почти 15, да, 15 записей составлено о рождении с этим именем. На втором месте по популярности среди имен София и на третьем Виктория. Среди необычных Добрыня, Евангелина, Анисия, Айя, Танис. Снизилось число браков. Всего за полгода в Сарове узаконили свои отношения 142 пары, что на 36 пар меньше, чем в прошлом году. Что касается заключения брака, могу сразу сказать, что заявление можно подавать за год до выбранной даты торжества. То есть и бронировать себе время не только путем брони, а именно подавать заявление, либо лично приходить в отдел ЗАГС, либо через портал государственных услуг. А вот число распавшихся семей выросло. С начала года расторгли брак 179 семейных пар. Это на 21% больше, чем в прошлом году. 75% актов зарегистрировано по решению суда. Наибольшее количество расторгаемых браков среди пар в возрасте от 30 до 43 лет. Снизилось количество записей о государственной регистрации смерти. Мы составили 469. Почти на 26% меньше. По сравнению с 2022 годом за этот же аналогичный период. И что, конечно, радует, увеличилось количество записей о установлении отсутствия. Органы ЗАГС напоминают, что семьи, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, постоянно проживающие в Нижегородской области не менее 10 лет, могут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Потерянные в лужах номера, нарушения работы электрики, перебои в работе мотора. В худших случаях вода попадает в блок управления двигателем, и тогда автомобиль обездвиживается. Такие неприятные сюрпризы погода подбросила многим автомобилистам. Позаботиться о своем имуществе лучше заранее. Защитить машину от природных аномалий поможет КАСКО. Полис ОСАГО не покрывает повреждения в результате урагана, затопления или падения деревьев. Например, если у человека полная страховка, человек застраховал себя от каких-то природных катаклизмов, то в этом случае он имеет право воспользоваться какой-то компенсацией, если машина у него в этом случае будет повреждена. В такую непогоду следует быть особенно осторожными, напоминают сотрудники ГИБДД. На мокром покрытии при выборе неправильной скорости использования изношенных шин, шин с несоответствующим давлением, одно или несколько колес может потерять сцепление с покрытием, и автомобиль станет неуправляемым. Такой опасный эффект называют аквапланированием или водяным клином. Чтобы его не допустить, следует выбирать адекватную скорость и по возможности избегать глубоких луж, либо не въезжать в них на быстром ходу. Также, где у нас в городе, не секрет, много луж, желательно, если вы не уверены в глубине этого лужа, то желательно туда просто не ехать. Выбирать пути объезда. Но если так случилось, что машину поставили, а машина оказалась в воде, то также желательно подождать, пока вода сойдет, заводить автомашину или не рекомендуется в этом случае. На прошлой неделе на дорогах города было спокойно, а сотрудники госавтоинспекции зафиксировали только одно ТТП с пострадавшим. 5 июля в 13 часов у дома номер 2 по улице Зернова водитель КамАЗа столкнулся с автомобилем Киа. В результате столкновения легковушка откатилась назад, врезавшись в Volkswagen. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Максим Шалин увлекся физикой с первых уроков. К 11 классу юноша пришел с полной уверенностью, что хочет связать свою жизнь с этой наукой. Стобальный результат по ЕГЭ для Максима был ожидаемым. К экзамену он усиленно готовился на протяжении 4 лет. Это все начинается с уроков физики, также какие-то дополнительные занятия, ну и, конечно же, самообразование без него тяжело. Я в основном готовился к перечневым олимпиадам и к Всероссийской олимпиаде школьников, в которой тоже достаточно успешно выступил. Я призер регионального этапа. 16 дополнительных бланков понадобились Максиму, чтобы отразить все свои расчеты. Процессу решения сложных задач он подходит основательно. Не менее кропотливый к экзамену готовился Алексей Кошелев. На его счету целых два стобальных результата по математике и физике. По русскому языку удалось набрать 95 баллов. По физике я готовился достаточно долго, считая почти все время, сколько я ее изучаю. Это также во многом было связано и с участием олимпиадах. По математике и по русскому я занимался примерно в течение последнего года двух. Дальнейшие планы, по крайней мере, сначала поступить. Планирую в МФТИ на направление ПМФ и ПМИ. Владимир Луковкин получил абсолютный результат по биологии, а Екатерина Рыбаченко по русскому языку. По словам девушки, задания в ее варианте попались достаточно легкие. Почти на все она без колебаний давала ответ. У меня было сочинение на тему отца и его роли в жизни человека. Я считаю, что мне очень повезло с сочинением, потому что в некоторых вариантах были темы гораздо сложнее, чем у меня. В русском языке я была уверена больше всего, и примерно таких результатов я и ожидала. Катя собирается поступать в Москву. Девушка надеется, что полученных баллов по ЕГЭ хватит, чтобы пройти порог для поступления на желаемые факультеты в МИФИ или МГУ. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. На следующий учебный год Саровская православная гимназия почти завершила набор первоклассников. Осталось всего два свободных места. Несколько мест осталось в пятых и седьмых классах. Также гимназия принимает ребят в десятый класс, в котором они будут углубленно изучать математику и литературу. Ученикам могут дать возможность выбрать один из профилей, но это будет зависеть от количества поданных заявлений. У нас в гимназии как раз очень хорошие, одни из лучших, я так скажу, учителей-словесников и учителей-математиков. Это доказывается результатами ЕГЭ, потому что средний балл наших выпускников по предметам русский язык, литература, математика выше, чем средний балл по Саровну. Соответственно, это и по России, и по Нижегородской области. В десятом классе будет и кадетская подгруппа. У ребят немного иной учебный план. Они смогут больше заниматься физической культурой, посещать гимнастический тренажерный зал, изучать специальные дисциплины. У кадетов своя отличительная форма одежды. Подгруппы несколько раз в год выезжают на учебные и военные сборы, изучают основы начальной военной подготовки, ориентирования на местности, стрельбы, участвуют в различных соревнованиях и даже совершают прыжки с парашютом. Кадеты получают знания и навыки для поступления в военные вузы, в МВД или МЧС. Подгруппа, а не класс. Даже если их там будет два человека, они имеют возможность заниматься отдельно, то есть по своему индивидуальному учебному плану. Это не зависит от, сколько человек наберется. Сколько придет, столько они, такая подгруппа и будет. Вот у нас там шесть человек занимается в одиннадцатом классе, двадцать шесть человек класс, из них шесть – это подгруппа кадетская. В Саровской православной гимназии ученики изучают церковнославянский, древнегреческий и латинский языки, основы православной веры – клиросное пение. Во внутренний распорядок гимназии входят утренние молитвы, молитвы перед едой, посещение богослужений. Ученики много ездят в паломнические поездки, на епархиальные конкурсы и фестивали. В гимназии хорошо развита профориентационная работа. Ребята ездят по предприятиям Нижегородской области, знакомятся со спецификой труда в том или ином направлении. У нас есть маленькое конфессиональное ограничение, у нас ребята должны быть обязательно, кто приходит в гимназию, накрещенный, то есть православный. Это раз. И второе, у нас обязательно собеседование идет с духовником гимназии, с отцом Владимиром, поэтому те, кто приходит, мы еще организуем вот такую встречу с нашим духовником, который должен побеседовать с претендентом учиться у нас в гимназии. По вопросам приема в православную гимназию обращайтесь по телефону 755-15-8960-171-93-41. Набор проходит до 31 августа. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Движение навстречу возможностям. По таким девизам в этом году проходила молодежная профильная смена «Наше дело» в лагере «Березка». Самые яркие и активные лидеры общественных объединений, волонтеры, школьники и студенты в течение недели прокачивали свои навыки проектирования. Участникам предстояло включить на полную мощность весь свой творческий потенциал, креативность и критическое мышление и составить вместе с командой план социального проекта, который был бы интересен для молодежи Сарова. С нами работали специалисты по проектированию. Приезжал спикер из Саранска, которая защищала проект. И она делилась с нами этим опытом. Также моя была задача рассказать ребятам про Добро.ру, как регистрируется, про волонтерство в целом и также помощь в создании проекта. Участники смены познакомились с различными добровольческими и творческими организациями города. Более 60 активистов учились продвигать свой проект в соцсетях, собирать подходящую команду, искать спонсоров и участвовать в грантовых конкурсах. Ребята участвовали не только в обучающих блоках, но и в спортивных марафонах, лидерских тренингах, мастер-классах, веревочном курсе. У нас было 6 проектов с очень разным направлением. Это, например, медиа, спорт, патриотическое направление. Ну, вообще их очень было много, 6 направлений. Лично мы, молодежный центр, будем работать с направлением здоровья. Я была куратором проекта «Чисто тел». Он был направлен на то, чтобы привлечь молодежь к спорту. Участники профильной смены прокачали свои лидерские, коммуникативные и творческие навыки, научились работать в команде, изучили навыки проектирования. Ребята получили уникальные знания и бесценный опыт. Один спикер был Елена. Она нам рассказывала именно о проекте, как правильно его защищать. Второй спикер был Юлия. Она рассказывала нам о лидерстве. Кто такой лидер, что такое лидер, что такое медиаплан. Яна – это главный куратор отряда. Она нам рассказывала затраты, какие должны были быть, ораторское искусство. Теперь вместе с кураторами ребята будут дорабатывать свои проекты, которые они представят осенью на форуме «Время выбрало нас». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Мошенники, которые представляются сотрудниками Центрального банка России, усовершенствовали схему обмана. Они отправляют электронные письма гражданам и приглашают на личный прием в Центробанк. В сообщениях есть обращение по имени и отчеству. Указано время приема и настоящий адрес Банка России в том регионе, в котором живет получатель. Чтобы убедить гражданина, что сообщение пришло непосредственно от Банка России, мошенники используют специальные технические средства и подменяют адрес отправителя на настоящий доменный адрес Банка России, тем самым пробуждая у получателя данного сообщения такое максимальное доверие. Персональное приглашение на личный прием – только один из поводов вывести человека на доверительный диалог. После этого аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами узнать данные его банковской карты, СМС-код или побудить перевести деньги на счета мошенников. Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 800 300 30 00. Для звонков с мобильного – короткий номер 300. Сотрудники Банка России по своей инициативе никогда не звонят гражданам, не присылают приглашения на личные встречи, не запрашивают никаких официальных личных либо банковских данных, не присылают копии каких-либо документов и не предлагают совершать какие-либо операции. По любым банковским вопросам позвоните в свой банк по номеру телефона, который указан на оборотной стороне карты или на сайте банка. Информацию о распространенных схемах финансового мошенничества и о том, как от них защититься, можно найти в специальном разделе на официальном сайте Банка России, а также на просветительском портале «Финансовая культура». Голоснующих туристов у Казанского собора и умиротворяющая тишина на висячем мосту. Размытые краски пионов и ненавязчивые детали церквей. Работы Анатолия Стрелкова поражают разнообразием сюжетов. Большую часть картин художник посвящает Сарову. Очень люблю город Саров, тоже чем-то нравится Питер, но Саров в основном пишу больше от души и, как на мой взгляд, он больше нравится. Бираю красивые места, на мой взгляд, какие мне нравятся. Делаю эскизы, пишу с натуры, ну и рисую в разных стилях, как вы видите. В зимнее настроение, весеннее, осеннее. Анатолий пишет в основном акварельной техникой, немного добавляя пастель. Через свои картины автор умело передает атмосферу городов, хочется рассматривать каждую деталь. Проплывающие по каналу катера и игру света на куполах, резные колонны, знаменитый шпиль и прохожих. Одна из любимых работ Анатолия – Саровская ривьера. По словам автора, здесь удачно отражается контраст современной жилой застройки и традиционной архитектуры Успенского собора на фоне. Прогуляю из Сарова, выбираю достаточно интересные ракурсы, чтобы удивить зрителей, но чтобы зрителям более интересно было. Учту перспективу, всякие какие-то там пропорции, ну и думаю немного над композицией. В прошлом году Анатолий с отличием закончил художественную академию имени Репина. Сейчас занимается свободным творчеством, развивает навыки в технике акрила. Оценить архитектурную живописи натюрморта художника можно в Зале искусств городской библиотеки имени Маяковского до конца лета. Фотографии Павел Воровцев начал увлекаться 20 лет назад. Он постоянно видел своего папу с фотоаппаратом в руках и тоже решил попробовать себя в этом деле. Купил цифровую камеру и стал гулять по городу, искать интересные кадры. Первые фотографии Павла были черно-белые. В тот момент мужчина переживал тяжелый период в жизни, и новое хобби помогло ему восстановиться, дало силы и надежду. В объектив Павла чаще всего попадают люди, друзья, семья и природа. Природа – это, наверное, от папы. То есть с самого детства в норме было в 4 утра встать, поехать на Мокшу, посмотреть, как солнце встает, как животное бегает. Родители дали мне такое направление, потому что меня никогда никто ничего не заставлял делать, как бы не было каких-то жестких рамок. Любил литературу читать, может быть, от нее как раз все это и передалось в жизни какой-то. Основу фотографии Павел изучал самостоятельно. Многому научился от друзей. Павел проводит время и за компьютером, обрабатывает и корректирует кадры. Но при этом мужчина руководствуется принципом, чтобы все фотографии смотрелись максимально естественно. Без всяких пресетов, без всего. Много было попыток у меня и в пресеты залезть, и как-то все под какой-то шаблон сделать. Но нет. Каждая съемка, то есть каждый раз новый цвет какой-то, то есть новый вариант обработки. Ты уже идешь, конкретно понимаешь, что ты хочешь сделать, как бы фотографируешь под это. В удовольствие сейчас от того, что в формате той съемки, которую я хочу делать. Раньше Павел фотографировал праздники, свадьбы и различные мероприятия. Принимал заказы на индивидуальные съемки. Но сейчас ему интереснее воплощать в жизнь собственные проекты и идеи. Ради необычных и красивых кадров фотограф выходит на улицу в любую погоду. Сырость или снегопад не помеха творчеству. Мне без разницы, какая погода. То есть я в любом случае просто выйду. Туман, дождь, снегопад. Наоборот, есть что сфотографировать. Это будет не обыденность ежедневная, а именно то, что можно показать и себе запомнить. По мнению Павла Воровцева, чтобы стать хорошим фотографом, нужно просто быть собой. Ни на кого не равняться. Делать то, что нравится, и делиться этим с окружающими. Подвижные игры, познавательные минутки, творчество, веселый смех и шутки. Так прошло очередное летнее мероприятие в библиотеке имени Пушкина «Библионии». Библиотечная, необычная, интересная история. И в этот раз история была действительно необычной. А называлась она «Дырка – это просто чудо». Тема встречи удивила многих ребят. Но оказалось, что о дырках можно говорить очень много. Девчонки и мальчишки поразмышляли, что такое дырка, какое у нее назначение, у каких бытовых предметов есть дырочки и для чего они. Пофантазировали, как могут выглядеть дырки. Так ребята выступили в роли настоящих исследователей. Нам рассказывали интересные истории, всякое новое узнали. И участвовали в всяких играх художественные. Мы там передавали, рисовали дырочки всякие. Потом еще игра такая была. Нам рассказывали историю, а мы там говорили что-то. Или выходили на сцену, там даже пели. Короче, очень интересно. Ребята с удовольствием участвовали в разных активностях и подвижных играх. Пробовали пришить пуговку с помощью нитки и иголки и сделать при этом аккуратные стежки. Пробегали, как мышки, сквозь дырочки. Старались не попасть в мышеловку. Бросали мячики в сквозную мишень. Команда участников выступили и в роли кондитеров. И украшали дырочками торты. В зрительном зале ребята по очереди добавляли в рисунок свою деталь. И так получилось коллективное творчество. А еще дети узнали, откуда у сыра появляются дырки, которые на самом деле называют глазки. Во время мероприятия библиотекари устраивали для зала музыкально-танцевальные паузы. Я удивилась, когда будет про дырку рассказывать. Ну и там интересно, очень. И даже я удивилась, что пришла сегодня Марина сюда. Гостям библиотеки пришел необычный персонаж – Иосиф, который разыграл вместе с ребятами интерактивную историю по книге «У Иосифа было пальтишко». В проведении таких мероприятий библиотекарям всегда помогают хорошие детские произведения. И обычная и динамичная библионии вызвала положительные эмоции не только у детей, но и у самих организаторов. У нас сегодня в мероприятии были не только ведущие, но были помощники нашей библиотекарь, которые помогали нам воплотить все наши задумки в жизнь. Мы много рисовали сегодня, мы много играли с ребятами. Ну и сегодня был дебют еще одного нашего сотрудника, который первый раз принял в мероприятии участие, в мероприятии именно для зрителей. И я думаю, что мы все просто получили действительно колоссальное удовольствие вот от этого единения какого-то, наверное, которое случилось в рамках нашего сегодняшнего мероприятия. Встреча в рамках проекта «Библионии» в библиотеке имени Пушкина проходит каждую среду в 14 часов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА